Доброе утро, Тюмени, Тюменская область! Вы смотрите телеканал «Тюменское время» и это программа «Утро» с Елизаветой Клюшиной. 30 минут, а сколько полезной и интересной информации! Давайте начинать! Сегодня в программе новая рубрика «Гороскоп от программы «Утро»! Не пропусти свой знак зодиака! Чем побаловать себя сегодня? Знает Анастасия Семянова. Она поделится рецептом быстрого, легкого и вкусного завтрака. В новом выпуске самой доброй рубрики «Хочу домой» мы познакомим вас с собакой Вулиссой. Летом ее нашли волонтеры Фонда помощи животным потеряшки в мусорном баке. Присмотритесь к этой красотке, она ждет вас! Ведущие программы «Перекресток 72» расскажут о том, как обстоит ситуация на дорогах Тюмени. Не пропустите! И начнем с самой приятной и красивой новости. Администрация Тюмени представила визуальную концепцию украшения улиц и скверов к Новому году. В ней много новинок. Так, например, на аллее молодоженов в Калининском округе установят светящийся фонтан-пальму с шарами. Появятся звезды на кольцевой развязке Интернациональной и Московского тракта. А на улице Ямской будет еще больше светящихся перетяжек со снежинками. В историческом сквере на территории Центрального округа появится светящаяся новогодняя елка с окнами. А загородный сад превратится в сказку. Там установят ярко-красную жар птицу вместе с коньком-горбунком. Ну а на Центральной площади у здания областной думы и правительства Тюменской области появится еще больше световых елочных шариков и подарков. Мы же с вами знаем, что залог хорошего дня – это быстрый и вкусный завтрак. И, конечно, вы уже могли догадаться, что Анастасия Семянова лучше всего разбирается во вкусных завтраках. Но что она приготовила сегодня? Давайте смотреть! Доброе утро! Поговорим про маслины. Маслины – это черные оливки, то есть плоды оливкового дерева. Только зеленые оливки собирают незрелыми, а черные маслины – это спелые плоды, снятые с ветки в конце сезона. У обывателей часто возникает вопрос – маслины – это ягода, фрукт или овощ? В действительности их выделяют в отдельную категорию семейства маслиновых. Спор о вреде или пользе маслин для организма ведется очень-очень давно. Чаще всего мы покупаем консервированные маслины, польза или вред которых, безусловно, зависит от различных добавок, в том числе синтетических. И, тем не менее, эти плоды обладают ценными качествами. Они улучшают работу сердца и сосудов, укрепляют мембраны, клеток и слизистую. Полезны маслины для здоровья печени и, соответственно, желудков. Мононенасыщенные жирные кислоты восполняют запас питательных веществ во время диеты, поэтому маслины для похудения колоссально-колоссально полезны. К тому же из них делают оливковое масло, которое является ключевым продуктом среднезерноморской, собственно говоря, кухни. Если вам утром совсем некогда готовить незамысловатые завтраки, тогда вашему вниманию очередной завтрак на скорую руку из моего личного топа. Мини-пицца с яйцом. Раскатываем слоеное тесто, в моем случае бездрожжевое, но можете взять дрожжевое. Разделяем на 4 части, оставляем проколы вилкой, чтобы тесто не вздулось. Промазываем тесто томатным соусом. Его можно приготовить самостоятельно, либо купить в магазине, либо уж на худой конец воспользоваться кетчупом. После выкладываем начинку по своему усмотрению. В моем случае это то, что выпало из холодильника, лук, карбонат, маслины, соленые огурчики, сыр и немного майонеза. Кстати, если при слове «майонез» у вас дергается глаз, можно заменить его сметаной или большим количеством сыра. После во всех ингредиентах делаем небольшую воронку и отправляем в нее белок от яйца. Запекаем в духовке в течение 15 минут при температуре 200 градусов. После добавляем желток и запекаем в течение еще одной минуты. Ну а далее самое главное – наслаждаемся. Завтрак, как я уже и говорила, это залог хорошего дня. И каким будет этот завтрак, зависит полностью от нас, в отличие, например, от погоды. Здесь все, что нам остается – это ознакомиться, понять и принять. Но давайте все-таки посмотрим, чем же нас порадуют сегодня синоптики. Сегодня днем температура воздуха плюс 3, снег с дождем, ветер западный 2 метра в секунду. Погода, кстати, весьма стабильная, потому что ночью также плюс 3, но пасмурно, и ветер юго-западный 1 метр в секунду. Вот мне интересно, автор, который написал строки «У природы нет плохой погоды». Мне кажется, что большую часть своей жизни он проводил дома, а не шел в 7 утра в такую слякоть на автобусную остановку. Но ничего, немного потерпим, скоро уже выпадет снег. Да, будет холодно, но зато красиво и не грязно. А сейчас я вам хочу представить новую рубрику нашей программы – это «Гороскоп на сегодня». Еще, кстати, одна составляющая дня, которая тоже не зависит от нас. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен, поэтому давайте посмотрим, что же там. Овны, сегодня можете позволить себе побыть немного наивными. Этот день мешает сосредоточенности. Желательно взять паузу в сложных работах, напряженной учебе и предметном общении. Сделайте небольшой привал. Тельцы, звезды предсказывают, что сегодня лучше не настаивать на своей правоте. День, когда можно расширить кругозор, принять разницу культур, идеалов и обычаев. Скорее всего, сегодня ваши ожидания не оправдаются в полной мере. Не стройте долгосрочные планы. Близнецы, сегодня не рассчитывайте на предметный результативный разговор. Велика вероятность недопонимания. Совет дня – не давайте обещаний. Их трудно будет выполнять. Раки, будьте внимательны в любых делах. День провоцирует вас быть рассеянными. Вероятны недоразумения в служебной переписке, медицинской диагностике, при выборе маршрута, звонке в сервис или приеме на работу. А вот львы сегодня должны расслабиться. Избегайте любых источников раздражения. Не вступайте в конфликты, избавьте темп. Проведите этот день на природе в романтической обстановке. Дорогие девы, сегодня вам, как и львам, звезды советуют отложить важные дела и встречи. День хорош, чтобы провести его в компании близких или уединении. Это был «Гороскоп» на 15 ноября. Ну а если вы не услышали рекомендацию для своего знака, не переживайте, скоро мы обязательно продолжим. А пока обсудим одну невероятную выставку. В Москве на ВДНХ свою работу продолжает масштабная международная форум-выставка «Россия». Напомню, что она продлится аж до 12 апреля, а день Тюменской области будет 24 ноября. В этот день я буду там, в Москве, постараюсь держать вас в курсе событий. А пока я здесь с вами, вот моя коллега Дарина Яранцева выставкой уже насладилась. Давайте посмотрим, как это было. Вы представляете, на улице минус 20, минус 32 года вы найдете горячую воду. Минус на улице будет только в плюс, так говорят экскурсоводы у стенда Тюменской области. Туристов здесь приглашают на горячие источники. В 2020 году Тюмень была признана столицей термальных вод России. На территории нашего региона находятся более 20 термальных источников. Но это не все, чем мы будем сегодня удивлять. Удивляет, кстати, не только Тюменская область, но все 89 регионов России. У каждого на выставке своя экспозиция. От Тюмени до Ямала буквально рукой подать. Здесь, например, можно погладить белых медведей и услышать, как звучит север. Буквально через 100 метров раздается голос Калмыкии. Чукотка удивляет национальным колоритом, Пермский край интеллектом искусственным. Робот Арни водит экскурсии, поет песни и делает селфи. Итак, я готов к съемке. Можем фотографироваться. Амурская область тоже на высоте. Посетители могут попасть на импровизированный космодром Восточный и запустить ракету. Сейчас проверим все ступени и можно будет запускать. Стой. Что это? Нажимай пуск. Смотри. Самарская область наоборот опускает туристов с небес на землю. Экспозиция региона в виде огромной белой ладьи. Но гостей почему-то больше привлекают самарские девушки. Сколько комплиментов вы услышали сегодня? Если честно, мы уже сбились на счет, тут же точно. Но подходит, говорит о том, что вы бесподобны. Такого мы не видели еще. Селфи с вами делают, но я постоянно. Да, практически мы не останавливаемся. Кировская область предлагает подоить корову, совершить виртуальную экскурсию по ферме и даже погладить динозавра. Следы древних ящеров до сих пор находят на берегу реки Вятки. Приезжай в нарядку. Я буду рад видеть тебя. Это динозавр Гоша. Он представляет котельнических париозавров, которые жили 260 миллионов лет назад. Находят останки париозавров у нас в котельническом районе. Он больше детей пугает или веселит? О, дети его обожают. Здесь Россию можно обойти за один день. Правда, после этой выставки гостям хочется отправиться в настоящее большое путешествие. От Калининграда до Камчатки. Россия просто необъятная. Было желание побывать во всех уголках нашей Родины. Кстати, о выставке у меня для вас хорошая новость. Достаем свои планеры, ставим напоминания и будильники на телефоне, потому что уже завтра в прямом эфире телеканала «Тюменское время» программа «Вечерний хэштег» кому-то из зрителей подарит три путевки в Москву на ВДНХ. на международную форум-выставку «Россия». Это будет двухдневный тур. Туда включены перелет, проживание на двоих с условием посещения выставки. И чтобы выиграть путевку в Москву, нужно рассказать историю о том, почему вы любите Тюменскую область. На региональном сайте выставки «Хочувтюмень.рф». А вы смотрите телеканал «Тюменское время» и это программа «Утро» с Елизаветой Клюшной. Надеюсь, вы оценили нашу новую рубрику «Гороскоп» на сегодня. А если уже успели начать переживать, что не услышали прогноз для своего знака, не переживайте. После небольшой рекламной паузы мы обязательно продолжим. Также познакомимся с прекрасной собакой Вулисой в рубрике «Хочу домой». Посмотрим неожиданно горячий новогодний проект от фонда «Потеряшки» и многое другое. Оставайтесь с нами. Всем привет! Это программа «Утро» с Елизаветой Клюшиной. Мы продолжаем просыпаться и заряжаться позитивной энергией на день вместе. Сегодня, как и всегда, самые свежие и интересные новости. В новом выпуске самой доброй рубрики «Хочу домой» мы познакомим вас с собакой Вулисой. Летом ее нашли волонтеры фонда помощи животным «Потеряшки» в мусорном баке. Присмотритесь к этой красотке, она ждет вас. Ведущие программы «Перекресток 72» расскажут о том, как обстоит ситуация на дорогах Тюмени. Не пропустите! А теперь, как и обещала, долгожданное продолжение рубрики «Гороскоп». Давайте узнаем, что же там интересного. Весы. Вы планировали поездку или визит? Отложите. Сегодня этого лучше не делать. Будет сложно концентрировать внимание на важном, и поэтому день больше подходит для бесцельных прогулок и общения, которые по желанию можно прервать в любой момент. Скорпионам же звезды советуют взять перерыв в важных для себя действиях. Эффект от них может оказаться неудовлетворительным. Не лучший день для занятий, который требует аккуратности и точности. Велика вероятность случайных ошибок. Также нежелательно делать важные покупки. Стрельцы. День сегодня обещает быть малопродуктивным. В основном это будет зависеть от вас. Рассеянность, небрежность, переменчивое настроение. Многие окажутся заложниками домашней обстановки. Козероги. Звезды рекомендуют вам сегодня быть в энергосберегательном режиме. День будет наполнен иллюзиями. Неверный ориентир, ложные идеи, напрасные надежды и даже слухи. Не идеализируйте происходящее. Водолей. Сегодня, занимаясь делами, помните, что многое в эти сутки – дело случая. Проведите день в кругу единомышленников и познавательной обстановки. Сегодня вы будете задумываться о будущем. Но все предположения иллюзорны и основаны на домыслах. Рыбы. Не будьте так категоричны. Обстановка этих суток наводит на ложные мысли и подталкивает к неверным выводам. Вероятны критичные промахи в важных расчетах. Перепроверяйте факты и не опирайтесь на внутренние предчувствия. Сегодня они могут вас подвести. Вот такой вот прогноз на сегодня. Но мы-то с вами знаем, что многое зависит только от нас. Не нужно всю ответственность перекладывать на звезды. Ну а сейчас пришло время для очень доброй рубрики «Хочу домой». Для меня, кстати, эта рубрика стала судьбоносной. Именно благодаря ей я познакомилась со своим псом. И вот уже больше трех месяцев мы живем, растем, учимся и каждый день по-новому узнаем друг друга. А сегодня я предлагаю вам познакомиться с Вулисой. Волонтеры фонда «Потеряшки» нашли ее еще летом в мусорном баке. Но с тех пор прошло много времени. Давайте узнаем, как сложилась судьба собаки. Присмотритесь к этой красотке. Она достойна вашей любви. У нее кличка Вулиса, но дома мы зовем ее Диану. И как бы она уже прекрасно откликается на эту кличку, поэтому Вулиса – это просто формальность в доме Диана. Ну, Диана попала в фонд несколько месяцев назад. Ее нашли с сестрой в мусорном баке. Она долгое время жила на передержке в квартире. Сейчас она уже подросла, как бы значительно, вообще, в принципе, за лето. И ей уже некомфортно проживать в квартире. У нее очень плотная шкура, хороший подшерсток. Поэтому она прекрасно себя чувствует в уличных условиях, проживает в вольере. Очень добрая собака, но она умеет прекрасно совмещать и доброту, и охранное качество. Мне еще очень нравится, что она не пустолайка. Ну, то есть, как бы она лает только по делу. Кто-то подъехал к воротам, она там звонит, например, она среагировала. У нее нет такого, что пролетела птица, там пробежала кошка, и нужно лаять. То есть, для меня это, как бы, для хозяина было бы тоже очень важно. Что собака впустую не лает, не мешает окружающим. Поэтому она молодец. Она прекрасно ладит с детьми. У нас ребенок, ей 5 лет, дочке. И она умеет ориентироваться, что, как бы, вот, например, на нас она может в игре прыгать. На ребенка она понимает, что вот у нее какое-то подсознательное, видимо, есть вот это мышление, что на ребенка она так не должна реагировать. С ребенком она себя ведет совсем по-другому. Я желаю Диане такую семью, чтобы у нее была полноценная семья с детьми. Чтобы, мне кажется, что ей комфортнее проживать будет на улице, в уличных условиях. Потому что у нее, ну, я уж, как бы, у нее теплый подшерсток. И ей комфортнее просто будет в уличных условиях. Поэтому, как бы, семья, дети, улица, двор, будка, вольер – это про Диана. Да, она подросток, но она управляемый подросток. Поэтому, как бы, у нее отсутствуют какие-то либо сложности. Я даже не могу назвать отрицательных ее качеств. Потому что их, наверное, просто нет. У Дианы есть куратор. Ее зовут Анжелика Макарова. Куратора можно найти на страницах фонда благотворительного фонда потеряшки по помощи животным. И задать вопросы куратору, как связаться, как познакомиться. И Анжелика координирует человека, сориентирует. Кстати, совсем недавно Диана стала героиней одной необычной фотосессии. Брутальные тюменские мужчины сфотографировались с животными из фонда потеряшки для новогоднего календаря. Организаторы вдохновились известным канадским проектом, где сильные и красивые пожарные полицейские ежегодно участвуют на фотосъемках. Наши герои – хоккеисты и фитнес-тренеры. Календари, кстати, можно будет приобрести в декабре в фонде потеряшки за благотворительный взнос в пользу животных. И мы подумали, что будет очень органично смотреться вот эта сила мужская, да. И с другой стороны, вот этот элемент хрупкости, который как в котятах, так и в голом мужчине, который обычно у нас, когда проводятся эти съемки, они их очень нежно прижимают к себе. И это на самом деле выглядит невероятно мило, невероятно нежно. А прямо сейчас мои коллеги, ведущие программы «Перекресток-72» расскажут, какая ситуация на тюменских дорогах и о том, всегда ли пешеход прав. Давайте смотреть. За 10 месяцев 2023 года в Тюменской области произошло почти 500 ДТП с участием пешеходов. 26 человек погибло. За такой же период, но в прошлом году подобных аварий было меньше. А количество погибших – такое же. Отдельно стоит выделить случаи, которые произошли по вине самих пешеходов. 146 таких ДТП произошло в этом году. И 21 человек погиб. А 128 получили травмы. Кстати, в прошлом году подобных случаев было меньше. Видимо, пешеходы стали реже переходить дорогу в неположенных местах. А вот водители, наоборот, чаще сбивают людей на пешеходных переходах. Только в этом году произошло 159 ДТП на «Зебре». 4 человека погибло, а 167 получили ранения. За аналогичный период прошлого года в области произошло на 30 аварий меньше. И при этом на «Зебре» погиб лишь один пешеход. Улицы Андрея Кореневская и Кремлевская относительно новые для Тюмени. Но, тем не менее, здесь очень большой поток машин и пешеходов. И особенно много маленьких детей, которые переходят дорогу, чтобы попасть в 95-ю школу. И именно на этом перекрестке попал в ДТП герой нашего следующего сюжета. Я шел на пешеходе оттуда. Мне машина давила ногу. Я не увидел машину. Я напугался и выбежал водитель. А потом мама, наверное, приехала. Да. Валера шел с самокатом в руке. У Валеры на руках были умные часы. То есть я была на работе еще, заканчивала свою рабочую деятельность. Он мне позвонил и говорит, мама, меня только что сбили на пешеходном переходе. Видимо, он испугался. И мне говорит, мама, ну мне уже ничего не больно. И тут же я слышу, как водитель в эти же часы, они же по громкой связи разговаривают, говорит, женщина, это ваш ребенок, скажите, где вы живете, сейчас мы срочно его отвезем домой. Я говорю, куда домой, что случилось? Я не увидел, я сбил вашего ребенка. Я быстро вызываю такси, через 15 минут я уже здесь. Приезжаю, у меня уже такой шок. Скорая, гаишник, водитель. А где гаишник? Я захожу в скорую, Валерию уже шину на ногу накладывают. Мы с ним поехали, конечно же, в больницу, в травмпункт. Ну, слава богу, удалось отделаться только травмами мягких тканей, просто ушибы, переломов никаких не было. Водитель признал свою вину, то есть он сказал, что я, да, выехал на пешеходный переход, но не увидел ребенка. Ребенок был на пешеходном переходе. Ну, теперь Валерка, конечно, с осторожностью переходит пешеходные переходы. После случившегося на данном переходе появился светофор, но Валера на всю жизнь запомнил, что переходить дорогу нужно только после того, как ты убедился, что все тебя пропускают. Могу, кстати, понять, вот в такую грязь и слякоть побыстрее хочется уйти с улицы домой, но не забывайте соблюдать правила. И мои коллеги не дадут соврать, вот в такие не до осенние, не до зимние дни я очень люблю жечь аромосвечи. Свет и теплосвечи, они создают уют даже на рабочем месте. Кстати, я люблю аромат вот с запахом чистоты, например, либо какой-то выпечки. Но что я тут узнала? Друзья, оказывается, наши землячки создают необычные свечи ручной работы с запахами города. Они погружают в теплые воспоминания любимых маршруток и прекрасных уголках родной Тюмени. Безумно интересно. Давайте смотреть. С ними встретилась Ксения Сокурова. Идея наших свечей – это идея оставить у туристов и у горожан что-то, что напоминало бы им историю Тюмени. Свечи – это такие более ощутимые сувениры. Поэтому нужно было не просто, так сказать, залить воском, нужно было придать им историю. И вот коллекция, которую мы создали, называется «Запах дома», «Запах Тюмени». Три аромата. Первый аромат называется «Затюменка». А второй аромат называется «Бабушкин сундук». Но это в память о бабушке, моей любимой бабушке Шитовой Проскове Ивановне. Самое лучшее воспоминание моего детства. И аромат «Дунькин сад». Когда бабушка открывала сундук, она всегда поворачивала ключик, и он издавал характерный звук. Когда я пробую вот эту свечу «Бабушкин сундук», она мне очень напоминает вот тот запах при открывании сундука. Сначала мы растапливаем воск, а потом мы добавляем вот аромат. Это у нас бабушкин сундук мы сегодня будем заливать. Тут такие очень кожаные, древесные ароматы это. Вот тут мускус, ут. Когда я была ребенком, вот как такового Дунькиного сада уже не было. Он как бы скатился вниз. Это были такие какие-то кривоватые яблоньки, это была черемуха, и вот повыше там была акация. Старшее поколение помнит это название, помнит это место. И, наверное, ну мне кажется, кому-то и захочется какой-то кусочек Тюмени, старой Тюмени, исторической, где-то у себя сохранить. Один из старинных районов Тюмени, где я родилась и где я выросла. И мы как раз с вами проходим мой родной и любимый дом на улице Затюменская, 25. Мне прежде всего хотелось сохранить кусочек и вспомнить вот этот аромат. Это бабушкин сад. Маленький, но очень ароматный. Это смородина, это яблоки. Запах дома, это запах печи, это запах дерева. У истории есть запах, а у запаха есть история. Мы можем не помнить некоторые факты из своей жизни, особенно если они случились давно. Но мы всегда помним запах бабушкиных пирогов и запах малины из бабушкиного сада. Ой, очень хочется поскорее послушать эти запахи. Я думаю, что вот вечер при свечах должен быть очень атмосферным. Кстати, как и следующее событие, которое я нашла, и не могу не поделиться им с вами. Так что с удовольствием делюсь. Сходила бы сама, но весь вечер работаю. В 19.00 в филармонии в органном зале состоится концерт. Шестое чувство или терапевтический концерт в темноте. В современном мире вокруг нас происходит множество событий. Порой бывает сложно вынырнуть из этого нескончаемого вихря и насладиться окружающим и прислушаться к себе. Организаторы обещают, что на темном концерте слушатели смогут замедлиться и практически остановиться. Остаться наедине с собой, своими мыслями и мыслями композиторов. В программе расслабляющая музыка медитативного воздействия с неторопливо разворачивающимся сюжетом. Медленная часть сонаты и квартетов, пьеса Энауди, лунная соната Бетховена и многое другое. А это была программа «Утро» с Елизаветой Клюшиной на телеканале «Тюменское время». Оставайтесь с нами, тут еще много интересного. Отличного вам дня, гороскоп берем на заметку и вперед покорять этот мир! Редактор субтитров А.Семкин